аудио визуальном переводе я сюда приглашаю евгения губарева евгений приходите к нам пожалуйста я вижу вы собираетесь нам рассказать и показать очень много прием прием как слышно уже слышно еще не видно он сейчас будет надеюсь видно прекрасно видим теперь здравствуйте здрасте катерина все спасибо я ухожу ваш час пошел благодарю мой час пошел очень постараюсь уложиться здравствуйте дорогие друзья знаете я несколько волнуюсь потому что во первых это мой первый опыт общения с с этой системой с truth me и мне нужно будет переключаться между материалами периодически поэтому если вдруг вы подумаете что зависла трансляция скорее всего это я завис поэтому не волнуйтесь прежде всего поздравляю всех с праздником и передаю всем привет кто меня знает а кто не знает пару слов о себе буквально быстро-быстро в 2011 году окончил переводский факультет мглу почти 10 лет я проработал компания 20 век fox где контролировал процесс дубляжа и все что с ним связано то есть это не только перевод но и запись актеров плюс немного захватил кусочек диснеевский диснеевско-фоксовской эпохи а сейчас помимо всего прочего помимо всего прочего до выступаю в качестве независимого переводчика и перевожу для warner brothers и universal в общем получается что я уже 10 с лишним лет в дубляже и уже несколько лет в бубниже на тему что такое аудиовизуальный перевод что с ним происходит что с этим делать на слайде вы видите мои ключевые достижения больше наверное не вижу смысла растягивать эту историю меня попросили сегодняшнее выступление сделать обзорным чтобы у вас сложилось общее представление о том что же такое и как екатерина выразилась до перерыва что такое аудиовизуальный перевод и с чем его едят и но чтобы все это не превратилась в сухомятку из информации которые каждый наверное может и в интернете посмотреть я обязательно предложу вам соус в виде интересных примеров итак как говорили древней грецы without further ado что же такое на самом деле аудиовизуальный перевод давайте разбираться только я очень вас прошу если кто-то хочет писать в комментариях точнее так обязательно я призываю вас писать комментариях если вдруг я прошу задаю вопросы но пожалуйста вот по поводу аудиовизуального перевода пожалуйста не пишите различные определения типа это мультимодальный полумаразматический то есть полусемантический перевод и вот это вот все хорошо давайте своими словами о чем может быть речь нам конечно само название аудиовизуальный недвусмысленно намекает но как вы думаете какие необходимые и достаточные условия для того чтобы перевод назывался аудиовизуальным ульяна благодарю вас до несколько каналов получения информации это именно так первое что приходит на ум это действительно что когда есть визуальная и аудиальная информация аудио и видео мы воспринимаем и глазами и ушами и в общем в этом конечно же есть определенная правда мы недавно говорили о том на прошлом выступление о синхронных переводчиках и вообще об устных переводчиков до звучание видео так вот скажите пожалуйста если здесь устные переводчики может быть синхронисты даже есть нас стопит 150 человек я только сейчас обратил на это внимание матери божья ух вот это да вот эта аудитория мне еще не приходилось перед такой большой аудитория выступать я надеюсь что среди 150 человек есть люди которые либо занимаются устным переводом или синхроном есть есть дарья алена скажите пожалуйста вот под те критерии которые мы только что описали подходит ли ваша деятельность вы наверное не только слышите что говорят но зачастую видите да конечно вы зачастую видите не только предоставленные вам материалы но это как себя ведет тот кого вы переводите на всякую считывается невербальная информация визуальная его вы можете видеть его презентацию соответственно есть аудиовизуальные переводчики какая какая радость соответственно и вы слышите речь вы видите все что происходит связанное с выступлением того для кого вы переводите а значит следуя вот этой логике которую мы только что обрисовали вы занимаетесь аудиовизуальным переводом я вас поздравляю да при синхронном переводе не всегда видишь спикеры и материалы но когда видишь и спикера и материалы по сути это аудиовизуальный перевод если опять следовать этой логике можно ли так как вы считаете в общем я к чему все это веду я не очень люблю термин аудиовизуальный перевод я все-таки склонен рассматривать его как особый вид перевода только тогда когда мы говорим о переводе аудиовизуальных произведений а это не только когда переводчик получает информацию из разных каналов визуального аудиального паранормального и любого другого но и когда что не только это но и что давайте разбираться согласен александра подписывайся под каждым словом я именно тот человек который считает устных переводчиков синхронных переводчиков небожителями сто процентов так мы с вами как как бы сказать потребители аудиовизуального контента оцениваем перевод потому потому что увидели на экране даже иногда может вырваться фу какой ужасный перевод помните да эти фразы на известных сайтах перевод профессиональной многоголосой вот что это имеется что значит перевод многоголосой профессионалы переводили хором да как будто но хорошо если мы берем простой скрипт скажем трейлера и дать его и только его переводчику то на выходе что получим перевод текста но не ролик потому что часть необходимой нам информации контекста какого-то закодирована видеоряде вы согласны с этим и поэтому да согласны благодарю поэтому чтобы все было правильно мы выдаем переводчику видео допустим переводчик попал соответственный профессиональный компетентный и перевел все правильно но тут дорогие друзья засада совершенно не факт что те участники творческого процесса кто впоследствии работает с этим текстом не не накосячит прямо так скажем не приняв во внимание визуальную часть причем именно для них она может быть крайне важна это может быть единственный источник для них информации так как они могут не владеть языком оригинала что кстати говоря еще одна моя большая боль я готов говорить об этом вечно но не сейчас к чему я это все любите примеры я не слышу вас любите примеры а это же вебинар я не могу вас слышать точно вот пример персонаж по имени алита видели такой фильм лайки летят вот это здорово персонаж по имени алита говорит буквально следующее именно боевой ангел да но такую фразу она изрекает теперь давайте посмотрим в каком контексте это происходит я призываю вас и смотреть и слушать внимательно сейчас я попытаюсь найти это видео там где я его последний раз оставил и надеюсь все получится так мне кто-то помог а я в это время закрыл его ну ладно ничего страшного сейчас секундочку кажется я знаю где его искать внимание что было как вот что она произнесла ну что же у нас в переводе получаем вот такой перевод меня несколько напрягает слова напрягает не поэтому я его немного корректирую так уже немного лучше да казалось бы дело сделано отправляем отредактированный перевод в студию и после записи я получаю просмотровку такой темп никс у нас называется и что же слышу вот к сожалению так как для того чтобы этот вебинар мы могли записать я не могу вам показать то что я слышу на приспотроп на просмотровке я я вот вам это показать не могу я уважительно отношусь и к пантеону богов киноперевода и к одному из самых строгих из них богу по имени nda вы наверное слышали все его да и чистое соображение этики этого делать не стоит я так тут пока про ударение мы ничего не говорили так вот давайте я своим голосом сейчас вам скажу как как это было сказано я понимаю что мой голос не совсем подходит голосу не совсем подходит олите но вы люди все творческие я уверен ваш фантазия вам поможет а чтобы помочь вашей фантазии вот такой кадр она в записи звучит так тебя смущает тебя смущает тебя смущает тебя смущает что я не совсем человек тебя смущает что я не совсем человек такую запись я получаю то есть как будто она видит что он смущен и хочет узнать что конкретно его смущает ну типа тебя смущает что я не совсем человек или моя прическа или может быть его смущает тот факт что чтобы задать вопрос она его затащила на крышу нам с вами уже из оригинала из английского понятно что к чему где тут новая информация где-то старая информация но аудиоизуальный перевод не был бы аудио визуальным ведь мы даже из видеоряда то о чем я вот недавно говорил ведь даже из видео ряда мы понимаем что она не совсем человек у нас секунд 15-20 только об этом видеоряд на показать ее суставы нам показывать ее суперспособности это по сути тема и наверное на самом деле ее интересует смущает его это или нет вот я бы пытался объяснить творческой группе что такое актуальное очленение тема рима все дела но получил ответ что такое мне кажется что так тоже можно сказать да и в общем в итоге я просто попросил перезаписать и как же получилось в итоге тебя смущает что я не совсем человек я не встречал никого человеческого видите тебя смущает что я не совсем человек действительно иван смысловое ударение логическое ивановое ударение да немного не там было в результате возникает вопрос только ли переводчик ответственным за то что мы называем переводом фильма вы можете сказать что можно было в диалоговых листах сделать порядок слов так чтобы не оставить шансов на ошибку тему тема в начале время в конце но иногда мы так и делаем но зачастую мы должны учитывать понятие укладки и вообще если совсем вот этим сильно заиграться мы можем потерять живости языка естественность так вот почему-то всегда когда я слышу что кто-то теоретизирует об а в п речь идет о восприятии о восприятии и обработке аудио визуальной информации только переводчиком ведь на самом деле то что мы видим в качестве этого самого финального продукта не есть результат работы только переводчик понимаете о чем я к чему коню и вот именно с этой перспективы я бы рассматривал какую-то ну какой-то и укладчик и актеры и звукорежиссеры и режиссер дубляжа и много много-много других людей именно с этой точки зрения бы рассматривал особенность какой-то до перевода аудио визуального контента то есть восприятие переводчиком аудио визуальной информации через несколько каналов и ее перевод перевод на перенос на бумагу если хотите это лишь часть работы над переводом поэтому наверное есть какой-то смысл перевод профессиональный многоголосый да потому что в нем в этом переводе в том что мы видим и слышим с экрана участвовал не только переводчик но и все остальные вот исходя из всего этого я бы вообще в случае с аудио визуальным контентом вот весь спектр этих работ по переводу в глобальном смысле с иностранного языка на на русский ну или наоборот с русского на иностранный назвал бы либо локализацией что успешно уже делают наши коллеги которые занимаются локализации игр либо переводом аудио визуальных произведений видами либо перевода мультимедиа вот такая вот пища для размышлений и хочу заметить что я это говорю не только для того чтобы переложить ответственность одной головы на вторую третью десятую а да иван такая же проблемы в локализации действительно конечно же ограничение прочее 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 дальше чуть поговорим еще вот не для того чтобы переложить ответственность до на других людей и и скажем так и я говорю не только о том что это процесс который затрагивает большое количество исполнителей я хочу навести на мысль о том что в переводе в работе переводчика в данном данном случае было бы неплохо учитывать эти нюансы и где возможно подселить соломку но как например слово на которое должно падать логическое ударение можно выделить жирным шрифтом или там подчеркнуть его снабдить комментариями тут или иной вариант который я уверен не со зла а из самых чистых побуждений могут исправить на менее удачной либо в процессе записи либо в процессе вычетки заказчиком и так далее например я недавно сам переводил один трейлер не покупаться пока к сожалению не могу сказать какой поклоняюсь богу по имени идеей и код там в оригинале был повтор одного и того же очень простого слова на прям очень простого и вокруг самое интересное что что вокруг этого слова происходить сюжетный поворот перерождение персонажа перед переосмысление в принципе его жизни его судьбы и так далее вокруг одного слова это слово было намеком знаком подтверждением подтверждением того о чем он так долго уже на протяжении очень большого времени размышлял и важно было какое слово хорошо я назову это слово good важно было сохранить вот эту цепочку одинаковых знаков потому что это по капли по капли по капли но редакторы вероятно посчитали что во первых слова слишком просто а во вторых не гоже повторять его и постоянно мы что не знаем ну и в итоге я больше чем уверен из высших побуждений эти слова поменяли и получилось что мы потеряли очень важную для сюжета структуру и даже произошло своего рода эти такое расслоение произведения когда аудио перестала соответствовать тому что происходит на картинке то есть видео так я вижу ваши вопросы если можно я вернусь к ним чуть попозже хорошо так давайте немного вернемся в начало я рассказал свои свои мысли по поводу того что такое аудио визуальный перевод а точнее перевод аудио визуальных произведений давайте вернемся в начало посмотрим какие все-таки виды перевозки деятельности традиционно относят к переводу аудио визуальных произведений здесь список я построил не по степени важности а по по частотности выполнения работ если можно так выразиться и так типа комментарии я знаком с этим видом деятельности не очень хорошо лично в работе сталкивался только с многострадальными новыми мутантами и знаю вот что первое предназначены для слабовидящих и второе что тихо тихо комментариев когда помимо непосредственно диалога фильма создается аудиодорожка на которой мы слышим описание того что происходит на экране ну то есть подъехала красная машина джон обернулся или джек достает пистолет целится рука дрожит то есть это то что я сейчас сказал это нереальный текст это я выдумал просто чтобы поняли о чем речь соответственно человек приходит кинотеатр ему предоставляют специальную аппаратуру наушники и все это синхронизировано с фильмом они садятся и помимо диалогов которые слышат все остальные зрители слышат и тихо комментарии какие бывают сложности и бывают сложности они бывают первое должна быть аккуратная работа с местоимениями чтобы не было путаницы кто он кому ему кем чем о ком о чем это всего потому что вы понимаете нет нет вспомогательного визуального канала так дальше недопустимо наложение комментариев на диалоге то есть все эти фразы во первых должны быть лаконичны они должны они должны быть достаточно лаконичны чтобы актер смог записать и эта фраза поместилась между диалогами не должно быть наложение одного на другое и как правило не говорят на экране мы видим в кадре камера нам показывает и так далее так далее потому что во первых это очевидно во вторых не совсем наверное даже я бы так сказал не совсем возможно правильно единственное когда я могу оправдать подобные выражения это когда движение камеры каким-то образом художественно обусловлено понятное дело что любой оператор скажет любое движение камеры художественно обусловлено но какие-то прям совсем очень важные вещи можно наверное так передать да иван совершенно верно я как я сказал уже напрямую касался подобный вопрос по подобного вида работы только однажды но понял что на самом деле главная сложность там такая же как и у нас в реальной жизни нас как правило бывают трудности с описанием действий описанием ситуации и все сводится к вот эту хрень заставляешь вот эту хрень потом оп-оп-оп и все кстати я сейчас описал как запрессовать шариковый подшипник на вал если кто не понял так вот в тифло комментариях такое не прокатит нужен очень богатый словарный запас именно по части описание действий положение всего что угодно в пространстве каких-то взаимоотношений каких-то физических взаимоотношений физических тел пространстве и так далее то есть в общем то все не так просто как кажется ну и нужно адекватно подчеркиваю вот мне пятый пункт адекватное описание происходящего они как-нибудь вот так узнали ухты смайлики полетели вам смешного здорово да вот так пока вы узнаете какой тут фильм обыгрывается кстати узнали такой фильм обыгрывается напишите пожалуйста да 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 спасибо класс насмотренность какая у вас прям радует даже даже моя моська не смутила так следующий пункт был субтитры субтитры это кстати вот продолжение темы этих комментариев у субтитров есть особый вид это субтитры для слабо слышащих где помимо диалогов описать важные для сюжета звуки например между вот между титрами которые передают диалоги могут написать скрипнула дверь чтобы зритель понял почему какой-то персонаж вдруг резко обернулся и там испугался так ну и такие субтитры кстати говоря могут создаваться не только для иностранных фильмов но и для отечественных то есть это принципе их главная задача помочь слабослышащим насладиться фильмом иван извините не понимаю ваш вопрос прошу шутаж шутаж насколько я знаю это нашептывание это последовательный перевод или синхронный период нашептывание непосредственно в ушки да по моему это так это собственно это как я это называю не так кажется если есть какой-то другой термин пожалуйста напишите я с радостью его добавлю в свой словарный запас спасибо итак какой он как и какие какая у нас засада с субтитрами первое ограниченное количество знаков в зависимости от заказчика зависимости от задач количество знаков строчки колеблется на плюс-минус 40 знаков где-то вы будете в инструкциях виде 35 где-то 40 где-то 42 это это очень важно учитывать потому что текст русского перевода до 21 иногда до 30 процентов больше текст оригинала получается не мне вам про это рассказывать вот собственно говоря это и вносит определенные трудности второе ограничение времени на прочтение субтитра редко когда про это наверное говорят и упоминают но действительно субтитры это такая штука многомерная они существуют не только в пространстве на экране но и во времени и важно учитывать сколько знаков у нас демонстрируется в единицу времени причем для взрослых и детей параметры разные для взрослых может доходить до 25 знаков для детей 15 но опять это варьируется зависит от тех требований которые мы получаем от заказчик то есть это многомерный субтитров не всегда учитывается к сожалению но и многие другие требования к оформлению которые необходимо изучать я уже сказал что мы как правило получаем от заказчики какие-то инструкции они бывают либо емкие лаконичные на пару страниц пункт 1 2 3 4 20 30 40 либо просто огромные которые вы просто так насколько мне насколько мне возьмешь что важно если вы только начинаете работать правильнее всего в процессе работы вы взяли проект постоянно возвращаетесь к инструкции постоянно то есть поработали посмотрели инструкции поработали посмотрели инструкции так вы сведете шанс ошибки к минимуму и запомните эти гайды быстрее так четвертый пункт чуть-чуть видите в сторонке стоит не путать с явлением под названием субтитра слышали про такое субтитра от бачинского истилавина нет правда ну что вы но вот этот я так и цепенел что не могу тебя чувствовать какую я песню сейчас пел кто-нибудь узнал линькин парк вот такой проект бачинского истилавина который прям пословно переводили песню там просто очень рожачные моменты бывают одна только call me your girl call me your girl and then cheat me and then hack me and the little watch is a laughing tick tock no regret it all love me free of charge это песня валерии мужицкий дождь от ниже да почему я говорю вы же мои хорошие все знают практически а те кто не знают пожалуйста ознакомьтесь вы поймете почему я этот пункт вписал сюда так вот не путать с этим потому что понятное дело что субтитры как формат часто используется для изучения иностранных языков ну или как формат который смотрят те кто совершенствуется знает достаточно хорошо язык оригинала и в общем поэтому будет мнение что переводе кино для субтитров важно не вдаваться сильно в художественный перевод трансформации перефразы и так далее компенсации ни в коем случае потому что этот счет компенсируешь а он это на самом деле не сказал так вот чтобы фраза русском на русском было вроде бы как максимально похоже на английский и вот все в таком духе но я бы все-таки хотел чтобы текст субтитров вы выглядел органично адекватно да если позволите такое слово использовать что я имею ввиду что я имею ввиду сейчас мы с вами вместе узнаем больше фильм зов предков 2020 года с харрисоном фордом в главной роли вон он навесли видите в начале фильма у нас есть очень важная для сюжета надпись вот это этот кадр именно из фильма да именно так вот вот именно так мы видим это объявление до чтобы не был подсрочник и я позволю себе сделать небольшую отсылочку мне очень понравилось предыдущие выступления и и джайвинг и джейкин донс микс пока не переключаю на следующий слайд как вы думаете какие здесь могут быть варианты good money paid for dogs ведь собака нарисована значки доллара множественные как вы думаете как можно передать это объявление лаконично и доходчиво олег кудряшов супер александра меркулова супер именно да ну как вы думаете что я этот же кадр не просто так здесь правда мне все так просто все гораздо веселей вот такой был субтитр точнее нет он не был он не был он не вышел не допустил за собак дают хорошие деньги покупаем собак дорого купим собак дорого согласны как он такой это как раз тот четвертый пункт не путать пожалуйста с субтитрой и мы постепенно подходим благодарю вас за лайки за сердечки прям так греет спасибо у меня даже как-то волнение под под проходит постепенно спасибо большое так последняя тема последняя по хронологии но не по важности в тему слова последняя кто узнал ну конечно 5 элемент я там я там снимался в главной роли как видите и так звучание условно можем надать такие большие два пункта разделить это корбан детка это корбан детка да закадровое звучание это действительно корбан детка ну и дубляж тоже та еще детка какие я думаю что можно листнуть дальше что у нас так что такое закадровое звучание либо сова и тебе звучит поверх оригинала то есть оригинальная дорожка никуда не девается может быть одноголосом и многоголосом важно длина фраз опять товарищи я все широкими мазками поэтому такие основные пункты чтобы нас хватило времен развлечения небольшие понятно дубляж звучит вместо оригиналы оригинальная дорожка прочь ставим ту дорожку на том языке на котором записывали перевод многоголосый то есть да много голосов короче много актеров важно не только длина фраз но и как вы видите на слайде синхрон что такой синхрон это максимально возможное попадание в губы или липсинк называют почему я пишу всегда максимально возможно потому что я неоднократно слышу как многие уважаемые коллеги настаивать на том чтобы липсинг соблюдался во что бы то ни стало мария тот факт что вы написали вопрос как тут лайки ставить уже очень 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 приятно спасибо вот но я считаю что перевод фильм соответственно тоже может пострадать от этого потому что порой лучше подобрать то самое слово которое здесь будет прям точку нежели чем им пожертвовать ради ради пресловутого да невозможно все ради пресловутого синхрона иногда приходится идти на компромиссы но иногда на самом деле можно хорошенько так подобрать покрутить эти фразы иногда получается очень хорошо иногда кстати говоря получается очень классная штука вот и уже настроился пошел в поток пишешь фразу проверяешь синхрон она прям как будто как будто ты писал сам этот сценарий ну вот в общем многие говорят про укладку и что это сложно что как минимум надо в длину фразы попасть ну и как минимум что вы когда персонаж уже закрыл рот русский голос не продолжал говорить но еще в работе над фильмом мы должны передать важные надписи иногда надписи вот как предыдущем примере на этой надписи довольно непростая задачка потому что важно не только количество знаков на количество слов важно ритм может быть он на чем-то о чем-то основан и сейчас все увидите в общем в таких случаях нужно следовать простом правило семь раз отрежь один раз отмерь то есть что с синхроном чтобы с такими сложными случаями чуть не сказал другое слово семь раз отмерь один раз отрежь кстати насмотренные вы мои скажите пожалуйста у какого персонажа кино получается один раз махни 7 раз отрежь есть какие-то варианты повторю вопрос если эдвард эдвард хорошие варианты о хорошие варианты а у меня еще такой вариант есть разрешите с вами поделиться я про это уже рассказал да в этом фильме я тоже принимал участие в общем общая картина более-менее ясна давайте к паре примеров перейдем ну например про количество слов которыми только что говорил the next part of the story you will find a heart поиск а в в и в и с собой теплотой вспоминаю этот трейлер потому что я вот работал именно над этими титрами находясь санкт-петербурге на кинорынке я был вынужден бежать в номер в гостиничный номер открывать ноутбук и быстро 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 что-то менять потому что потому что сначала немножко перечень не получилось но такое бывает бывает со всеми но я прям помню как я несся потому что нужно было тут же отправить на графику все эти переводы потому что там завтра послезавтра выходит трейлер мировой релиз мировая премьера почему обожаю вы поняли о чем я говорю да я даже специально дирижировал смотрите по одному слову на удар быстро и моя презентация вот она и что там пишут первое слово без кого и дальше раз два три 4 пока вы смотрели трейлер может быть у кого-то родился какой-то подход хотя бы подход не обязательно да через перевод и атмосферность ну все понятное дело может быть не варианты перевода а хотя бы подход как к этому поступить подступиться может быть у кого-то родилась мысль какая-то поделитесь пожалуйста юлия юлия пишет что это не фотошоп и он конечно не фотошоп там везде я снимался в этих фильмах конечно юлия спасибо большое там нет никакого фотошопа вы что жизнь и потрясающий фильм благодарю презентация а я не буду это слух читать юлия большое спасибо мне очень приятно но я из скромности не стану слух ладно ну если ни у кого стратегия не родилась разрешите поделиться с вами то как я к этому пришел когда находился о пожалуйста вот у меня было сколько-то минут чтобы это что-то с этим придумать и придумалось вот что я не знаю поверите ли вы в то о чем я расскажу дальше не будем досматривать до конца спасибо так ульяна и марина вы большие молодцы мария благодарю стараемся как можем обычно всем интересно посмотреть как же выглядят диалоговые листы тем кто никогда с этим не сталкивался вот прям покажи покажи пожалуйста в общем то такие документы в которую главная информация которая должна перекочевать перевод это имя персонажа реплика этого самого персонажа и тайм-код помните у древних греков бог времени хронос а у кино переводчиков тайм-кодус вот поэтому это обязательно ну и раз уж тут росомаха пробежала давайте на ее примере например на примере и покажу вот это кусочек из диалоговых листов мы здесь видим начало конец сцены продолжительность кстати это очень помогает когда субтитры делаешь и здесь вот такой маленький маленький диалог есть самурай который говорит что-то логану пожалуйста ознакомьтесь текстом я не буду читать это ну и тут же логан ему что-то отвечает в каком смысле это все до скобка конечно же переводить не надо обратите внимание на то что в скобках марина большое спасибо зависла не не трансляция а я скобках зачастую нам дают поясняющий комментарий часто они бывают очень полезны и иногда бесполезные от слова совсем например однажды фразу а ущет прокомментировали и любезно нам пояснили что это экспонеченов дисмей мы бы сами не догадались спасибо а порой сама реплика в рамках диалоговых листов может быть оформлено неправильно да еще и комментарий к этой реплики дают совершенно не макаса сбивая напрочь вот с толку и фильме не в себе была такая история а даниил это ваш вариант о макомы еще когда вернемся простите класс класс так по поводу путающих комментариев фильм не в себе там героиня попадает психушку есть пациент которому знаете да там нельзя ничего такого иметь при себе никаких гаджетов но ничего абсолютно но одному из пациентов удалось принести телефон это на просит у него позвонить а он отвечает вот это и калды капсган дил динатым и гэн батик маселфер обратите внимание как разбили реплику и посмотрите особенно я не знаю я мышкой кручу верчу вокруг этого всего я даже не знаете вы это или нет самый нижний комментарий бац многоточие фэн но ты все-таки можешь да мышку не видно ну ладно но они опять позвонишь полиции они ничего опять не сделают но ты как нам предлагают комментаторы но ты можешь взять мой телефон если хочешь вы уже поняли в чем тут проблемы я то что переводчик так и перевел так что еще одно требование быть начеку и относиться к диалоговым критически потому что на самом деле он здесь говорит смотрите если бы это было именно так я не случайно прочитал по англии на английском это все если бы это было действительно так если бы он говорит они опять не приедут но на на забирай то наверное вообще это реплика была лишена смысла на самом деле он тут говорит что полиция как всегда ничего не сделает только телефон отберет вот олег мы синхронно прямо это сделали бац тут значение кроме как поэтому подсказки подсказками а надо сохранять бдительность вернемся к нашим росомахом и посмотрим как была переведена предыдущая вот этот фраза этот диалог а для начала надо с вами посмотреть как это было видео я сразу переснял Продолжение следует... 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 Ну и с большим желанием сделать этот мир, особенно мир перевода аудиовизуальных произведений, лучше. Екатерина, скажите, пожалуйста, где я могу посмотреть вопросы или мне нужно полистать вверх? Зульфия, можно ли? Зульфия, я правильно ставлю ударение, да? Потому что я знаю, что у меня есть подруга Зульфия. Нет, наверное, правильно. Можно еще раз эти реплики на английский вывести на экран? Конечно, можно. Конечно. Для вас что угодно. Вот эти, да, наверное? Пролетело незаметно. Да, вы знаете, я сам не заметил. Большое вам спасибо. Вы очень активно участвовали. Это просто супер. Благодарю вас. Спасибо. Я бы тоже пристал и поклонился, но если я сейчас встану, я пропаду из кадра, к сожалению. 20th Century Fox Studios. Вот Юлия уже в курсе, что это уже не Fox anymore. Я загадочно промолчу, ладно? Так. А бывает, что совсем без комментариев. Алиса. Да, бывает, что совсем без комментариев. Я даже больше скажу, что бывают такие фильмы, которым мне предлагается так называемый creative letter. Это letter. Креативное письмо. Креативное письмо – это такая классная штука, в которой умные люди за вас заранее подумали, готовя фильм к озвучке, переводу на многие языки мира. Когда подумали о принципиальных моментах, где что передавать, где что не передавать, что озвучивать, что не озвучивать, что оставить в оригинале. Если есть какие-то вкрапления других языков, что делать с ними? Ну, либо решайте сами, либо у нас такая рекомендация, либо обратить внимание на игру слов, какие-то параллель. А в начале, в середине, в конце фильма красной нитью проходит вот такая-то тематика. Но есть фильмы, в которых нет ни комментариев, ни вот таких креативных писем. Сложнее ли работать? Ну, мне не сказал бы. Единственное, что я когда переводил недавно фильм, он уже вышел, поэтому я могу это сказать, воспоминания. Там не было такого письма, но когда ты понимаешь уже большой опыт, что с этим делать и с чем это все едят, ты более-менее ориентируешься, понимаешь, на что смотреть. Вот. Как долго один фильм озвучивается, если он часа полтора идет? Если речь идет именно о процессе записи актеров, то это варьируется от, в принципе, сложности фильма и количества персонажей. Можно неделю, можно полторы, можно две писать. Некоторые фильмы особо сложные могут писаться еще дольше, потому что, например, сначала идет запись по предварительной версии, потом по второй предварительной, по один, по два, так называемые, потом по финалу, потом какие-то правки и так далее. Это все вопрос не такой стандартный. Общая, в принципе, весь цикл работ, он может занимать, ну, от месяца, если прям совсем, наверное, сжатые сроки, до полутора, двух и так далее. Опять зависит от каждого конкретного фильма и от доступности материалов, наверное, так правильно бы сказать. Полный липсинг невозможен чисто физически. Звуки различаются, артикуляция тоже, Иван говорит. Да, на самом деле это так, полностью согласен. Кстати говоря, вы знаете, появилась и активно разрабатывается, улучшается технология, при которой вообще, в принципе, можно будет этим не задуряться. Ты пишешь прям идеально подходящую фразу, а с помощью этих нейросетей прям видео изменяется, и актер, реальный актер начинает, у него, в общем, вся мимика движется как будто под этот русский текст. Ну, я надеюсь, доступно объяснил. Не знаю, куда это заведет, но может быть, к тому, что укладчики потеряют какой-то кусочек работы, а может быть, ни к чему это не приведет, еще неизвестно. Я вообще стараюсь аккуратно выражаться на тему нейросетей и всего, что с этим связано. Не вижу больше вопросов, может быть, внизу появились. Обалдеть. Ведьмаки, дипфейки. Ну да, да, что-то вот похоже на это, на дипфейки, да. Я видел вот этот дипфейк с Арнольдем Шварценеггером. Вот есть какой-то актер, который пришел на аналог передачи «Вечерний Ургант» в Америке, не помню, как он точно, их там несколько, по-моему. И вот там очень классно показано, как этот актер медленно, плавно переходит в Арнольдем Шварценеггера и обратно. С чего начать свой путь в АВП? Наверное, просто с перевода. Для начала с перевода. Потому что все-таки все особенности АВП, они... Ну, это, понимаете, как какие-то новые правила игры. Сама игра остается той же. Сама игра заключается в основном в том, чтобы красиво, правильно, адекватно перевести в первую очередь. А вот эти технические, механические вещи, они очень важны, безусловно. Но база именно переводческая должна быть. Мат, переводить матом, как говорят кое-где. Но так ли это? Ну, вы знаете, мат мату рознь. Мы все с вами, профессионалы, понимаем, что... Давайте вот про мат последний вопрос и закончим. Если вдруг что-то останется еще, welcome, как говорили в Древней Греции, welcome на Instagram. В мой Instagram. Так вот, по поводу мата. Мы все с вами знаем, что мат английский по градусу несколько холоднее мата русского, наверное. Вот. Не считаю, что мат надо передавать матом, хотя иногда возможно. Но тут необходимо учитывать еще внешние факторы, например, законодательство. Как бы мы не хотели, или как бы кто-либо не хотел поаккуражиться с Дэдпулом, есть закон. Закон для всех един, да? Поэтому там необходимо учитывать все особенности нашего законодательства. Вот и все. Надеюсь, я ответил на вопрос. Большое спасибо. Я оставил всего лишь одну минуту будущему спикеру. Я прошу прощения, что затянул. Я надеюсь, у вас хватит там одну минуточку, достаточно будет попить водички. Все, большое вам спасибо. Всех жду. Пока-пока-пока.